Фамилия Блинова, зовут меня Александр, ну, наверное, уже Саша можно. Вот, я, в принципе, уже, как вы видите, человек в возрасте, вот, я художник профессиональный, и вот теперь еще стал и писать книжки, ну, до этого я, бог знает, кем работал, даже дослужился до большого начальника, вот, и жил, значит, то в Москве, то в Питере, вот, ну, вот, и в итоге, что есть, то есть. Вот, а теперь я, значит, работаю как архитектор и вот еще и пишу, вот, ну, кстати, начал не так давно, и вот мне как-то неожиданно для меня самого стали печатать, вот, и я хочу, может быть, с знакомства начать с вами с небольшой такой книжки, изданной обязательств с Арт Волхонг, это прекрасное московское издательство. Книжку оформила великолепный художник Ольга Золотухина, вот, книга называется «Лужа, которая стала солнцем». Ну, тут много, как бы, к этому названию замечаний у, значит, у грамотных людей, у педагогов, потому что после слова «Лужа» должна быть запятая. Понятно, но дело в том, что ее тут нет, потому что «Лужа, которая стала солнцем», я на этом настаиваю, это имя, фамилия и отчество Лужи, вот, ну, так ее звали, да, как Петров Семенов Васильевич, там, вот. Вот, и именно Лужи, не которая стала солнцем, а Лужи, которая стала солнцем, вот в этом есть еще одна загадка. То есть она одновременно была и Лужа, и Солнце. Вот, ну, а теперь сам текст. Значит, Лужа, как Лужа, лежала на теплом асфальте, после дождя, большая и сверкающая, и парила. «Первой к Луже подошла бездомная собака-полкан. Ты кто?» – спросила Лужа. «Собака», – сказала собака. «Полкан, а ты?» – «Лужа», – сказала Лужа. «Большая», – сказала собака. «Так сразу не перейдешь?» «Какая она лохматая и дышит», – подумала Лужа. «И захотела быть собака-полкан». Собака заглянула в Лужу и увидела там большую лохматую собаку. Собака пялилась на нее и улыбалась. «Так ты собака?» – спросила собака. «Собака», – ответила Лужа. «Гав!» «Какая большая и сверкающая собака!» Полкан потрогал Лужу лапой. «И мокрая?» Лужа от смущения покрылась рябью. Потом к Луже подошла кошка. «Ты кто?» – спросила Лужа. «Кошка», – сказала кошка. «Муся, а ты?» «Собака», – сказала Лужа. «Большая, лохматая, гав-гав!» «Собака?» – отскочила кошка. Вздыбилась шерсть и выгнула спину. Тут все это нарисовано. «И Лужа захотела быть кошка-муся!» Это в одно слово. Гибкой, серой, с белыми пятнами, кошка заглянула в лужу и увидела серую кошку с белыми пятнами. Кошка смотрела на нее и улыбалась. «Так ты кошка?» Промурлыкала кошка. «Кошка», – ответила Лужа. «Мяу!» «Какая большая сверкающая кошка!» Муся потрогала лужу лапой. «И мокрая?» Лужа от смущения покрылась рябью. Лужа еще немножко подсохла. С ветки спрыгнула ворона и села перед лужей. «Ты кто?» – спросила Лужа. «Ворона!» – сказала ворона. «Черная, а ты кошка!» – сказала лужа. «Серая, с белыми пятнами!» «Мяу!» «Кошка!» – отскочила ворона. И Лужа захотела быть шикарной черной вороной с огромным костяным клювом, маленькими черными глазками-бусинами и черными переливчатыми перьями. Ворона заглянула в лужа и увидела черную ворону. Ворона смотрела на нее и улыбалась. «Так ты, ворона?» – прокаркала ворона. «Ворона!» – ответила Лужа. «Каркар!» «Какая большая и сверкающая ворона!» Ворона клюнула лужу. «И мокрая?» Лужа от смущения покрылась рябью. Лужа еще немного подсохла. И тут из-за тучи выскочило солнце. Огромное и нестерпимо сияющее. И увидела лужу. «Ты кто?» – воскликнуло солнце. «Ворона!» – сказала Лужа. «Черная!» «Каркар!» «Ворона!» – засмеял солнце. «Черная и маленькая лужа, которая таяла на глазах больше всего на свете, захотела быть этим, невозможно, прекрасным солнцем!» Солнце заглянуло в лужу. «А сверкаешь, как солнце!» «Так может, ты солнце?» – «Солнце!» – сказала Лужа. «Какое странное!» Солнце мягким лучом потрогало лужу. Крохотная и мокрая лужа от смущения покрылась рябью и засверкала еще больше. И собака, и кошка, и ворона от нестерпимого сияния лужи зажмурились. А когда открыли глаза, лужи не было. На асфальте осталось только малюсенькое влажное пятно. Пятно поначалу напоминало собаку на трех лапах, две длинных, одна короткая. Потом кошку с двумя хвостами, потом ворону, потом чешуйка рыбы на солнце и исчезло. «Никого!» – пролаяла собака и лизнуло место, где раньше была лужа. «Никого!» – промурлыкала кошка и легла на теплый асфальт, где раньше была лужа. «Пусто, пусто!» – прокаркала ворона, слетела и клюнула место на асфальте, где раньше была лужа. «Никого, никого!» «Эй!» – крикнули сверху. «Я здесь!» И кошка, и собака, и ворон задрали голову. Высоко в жарком небе кувыркалась и смеялась и пела их лужа. «Видели?» – зажмурилась от неволосимого света кошка. «У него такой же влажный и смешной нос, как у тебя, собака, и красивый и сильный клюв, как у вороны, пролаяла собака, и мягкие лапы, как у кошки, прокаркала ворона. Ведь все знают, если глянуть на солнце во все глаза и сразу резко зажмуриться, то может показаться все, что захочешь. Собака, кошка и ворона стояли, зажмурившись, зароданная в небо головами, и солнце гладило их добрыми желтыми руками и смеялась. И солнечный смех рассыпался колокольчиками, звонками, как первые капли дождя, которые барабанят по луже». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова